В Беларуси создадут спецфонд для страхования от невыплаты зарплат. Сейчас идет разработка проекта указа главы государства. Согласно документу, если организация «Банкрот» не выдаст работнику денежные средства, она будет обязана возместить задолженность в размере трехмесячного заработка. Только в 2022-м около 200 белорусских предприятий имели долги перед своими сотрудниками. В стране продолжается масштабная работа по формированию новой политической партии «Белая Русь». Она призвана стать гарантом Конституции, продвигать различные социальные проекты, консолидировать общество, противостоять внутренним и внешним угрозам. В каждом регионе идет общественное обсуждение программы. Ее примут на учредительном съезде, который состоится 18 марта. На нем также будут утверждены устав объединения и определены руководящие органы. В Беларуси впервые начали производить суп в виде колбасы. Новинки выпустили на Гродненском мясокомбинате. Из них можно приготовить солянку, рассольник, флячки, овощной микс, бульон с курицей и рисом. Заготовку нужно просто залить водой и довести до кипения. Колбасупы уже появились в магазинах. Их можно купить по цене банки тушенки. К слову, в такой упаковке их давно используют для продажи в европейских странах. В Могилевской области подвели итоги социально-экономического развития за 2022. Регион получил 700 миллионов чистой прибыли. Рентабельность продаж выросла до 8%. Кратно уменьшилось количество убыточных предприятий. Увеличилась реальная заработная плата. В приоритете социальная сфера. Построены поликлиники, больницы, детсады. Реконструированы и отремонтированы школы и дороги. Белпочта досрочно выплатит пенсии за 8 марта. В Витебске, Могилеве и Минске их выдадут с понедельника. В областях – со вторника. Также сегодня по всей стране проходит акция «Весенний комплимент». В главных отделениях многих городов все желающие смогут подписать открытку для мамы, бабушки или сестры. А сотрудники компании доставят карточку-адресату совершенно бесплатно.